Какая обреченная луна По Бозе, общник ваш, Бых на молитве вдуся в день недельный, И слышан глаз, як отруба гласящ, Аз есм грядущий, первый и последний. И обратихся, видите, застых, И видях в седьми огненник единый, И посреди светильников золотых Подобно человеческому сыну. Глава его и власть, якодым, Белее свежевыпанного снега И опоясан поясом золотым, Живы вовеки Альфа и Омега. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Альфа и Омега Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И твой народ от ближних до прохожих Не облечется плачем и постом. И побредешь скитаться одиноко, Постясь и плача за погибший край. А ты, напоминающий о Боге, Не умолкай, не умолкай. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил Дима Торзок Господь Бог святых пророков Послал ангела своего Показать рабам своим то, Чему надлежит быть вскоре. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный да творит правду еще, И святый да освящается еще. Книга Откровения святого апостола Иоанна Богослова, Глава 22, стих 6 и 11. Слово «ангел» означает «вестник», Вестник, которого посылает Господь Для того, чтобы сказать людям волю Божию. Вот таким ангелом, вестником И является для нас праведный отрог Вячеслав. Книга Откровения святого апостола Субтитры создавал DimaTorzok Славочка сказал, что к концу времен, когда наступит очень тяжелое время, на земле будут происходить такие необычные события, что они нигде, никогда, никакими пророками не были описаны. А люди этих пророчеств не знают. И поэтому даже избранные будут думать, что же такое, что происходит, как это надо понимать. КОНЕЦ Это чистое дитя послано Богом для того, чтобы сказать нам самое главное, что нам важно знать именно сегодня, в наше лукавое, воистину последнее предантихристовое время, когда правда смешивается с ложью, когда торгуют и продают все и вся, торгуют даже верой и называют это экуминизмом, говорят, что все веры от Бога и надо всем объединяться. Нас сегодня нумеруют, как скот, навязывают ИНМ, паспорта, пластиковые карточки с числом сатаны и говорят, что это хорошо, и противиться этому не надо. Нам навязывают мерзость, пожизненное электронное имя с клеймом сатаны, а доморощенные богословы благословляют всю эту мерзость брать и говорят, не бойтесь, все хорошо. Людей уже чипируют, как собак, и уверяют всех, что это полезно для здоровья. Нас буквально опутывают этой дьявольской ложью, как паутины, и толкают в какую-то пропасть. Как же людям разобраться во всем этом? Как избежать этих сетей, которые расставил дьявол на пути нашего спасения? Вот для этого, братья и сестры, для нашего вразумления и послал Господь нам своего отрока-пророка, не взрослого мужа, которому в наше лукавое время никто не поверит, а святого младенца, это чистое и непорочное дитя, чтобы посрамить всю гордость разумных, обличить сатанинскую ложь и указать нам правильный путь ко спасению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Праведный отрок Вячеслав оставил нам пророчества. Пророчества грозные и нелицеприятные для грешников. Пророчества, которые являются предупреждением для каждого из нас. Через эти пророчества Господь как бы испытывает нас и ждет нашего покаяния. Или мы покаемся и обратимся к Богу, или еще больше будем уповствовать в своих грехах и предавать Бога. Смерть грешников люта, читаемая в Священном Писании. До самого последнего мгновения нашей жизни Господь стучится в наше сердце и ждет нашего покаяния. Субтитры создавал DimaTorzok Когда в коммунистическое время Славочка рассказывал о том, что будет развал России, что коммунистов у власти не будет, что со страной будут происходить такие жуткие вещи, что будут взрывы домов, что начнет на Дальнем Востоке гаснуть свет, что отключать будут тепло, что продукты будут очень дорогие, и они будут очень некачественные, что лекарства будут отвратительные, а потом люди начнут от них травиться насмерть, что медицина будет в таком плачевном состоянии, никто не верил. Все улыбались и говорили – фантазер. Нашей стране вообще часто уделяют внимание сильные миры сего. Маргарет Тэтчер как-то сказала – экономически целесообразно по оценкам мирового сообщества оставить проживать на территории России 15 миллионов человек. Ее переводчик, подумав, что ослышался, перевел. 50 миллионов человек. Но Железная Леди уточнила – 15. Ира сомнений в себе окончена. Наш народ вновь желает быть первым. Провозгласил Рейган в 1981 году. Политику разрядки в отношениях с главным соперником по Холодной войне он объявил пораженчеством, а СССР назвал империей зла. Он резко усилил гонку вооружений, которая была призвана истощить Советский Союз экономически и выдвинул амбициозный проект противоракетной обороны, получивший название «Плана звездных войн». Однако не только это принесло США победу в Холодной войне. Многое решалось в личном состязании двух лидеров – американского и советского. В этом состязании Рейган полностью переиграл своего визави Михаила Горбачева. Как пишет Джордж Шульц, занимавший тогда пост госсекретаря США, начиная со встречи в Рикявике, Горбачев складывал подарки у наших ног – уступка за уступкой. Он согласился на асимметричное сокращение вооружений, вывел войска из Афганистана и фактически отказался от контроля над Восточной Европой. А что же Рейган? В ответ он лишь похлопывал Горбачева по плечу. Рейган, по его собственным словам, пытался укрепить Горбачева в ощущении, что весь мир действительно поможет ему с перестройкой. Он понимал, что Горби это необходимо, а потому изображал из себя его верного друга, прогуливался под ручку по Красной площади, рассказывал русские анекдоты и сыпал пословицами. Одержав победу в Холодной войне, Рейган вошел в пантеон великих американских президентов. И даже самые дружеские, самые доверительные отношения не могли заставить его сбросить маску. 11 апреля 1990 года. Москва. В Кремль прибывает важный государственный гость, глава корейской организации «Церковь объединения» Санмен Мун. Его встречает сам президент СССР Михаил Горбачев. Общение между лидерами проходит тепло и непринужденно, а на следующий день газета «Известия» публикует короткое сообщение. Раиса Горбачева получила от преподобного Муна подарок – чек на 100 тысяч долларов. Перед отъездом важному гостю из Кореи позволяют посетить Успенский собор, где он совершает церемонию освещения по своему обряду. Еще никто не догадывается, что именно с этой легендарной встречи начнется нашествие сектантов на Россию. Минюст России официально зарегистрирует движение Муна. После этого все формальные преграды исчезнут. И в России появится жестокая авторитарная организация с центром в Москве и сотнями отделений по всей стране. Когда у власти был сам Михаил Сергеевич Горбачев, ребята всем классом, старшеклассники, пришли спросить у Славочки, что грозит нашей России, будет ли лучше и какая власть будет. Он им сказал, что Михаила Сергеевича у власти скоро не будет, что Раиса Максимовна сильно заболеет, и у ней перед смертью не все в порядке будет с головой, что ее не спасут, а она умрет. А потом будет другой правитель, что это будет Ельцин. Россия, Славочка сказал, будет разваливаться на регионы. И каждый регион будет выживать сам по себе. Быть или не быть СССР, вопрос, который еще в 80-х показался бы абсурдным, в начале 90-х во всей неприглядности обнажил давно назревшие проблемы. На первом и последнем всесоюзном референдуме народ однозначно сказал Союзу «да». Однако многих политиков того времени мнение людей, похоже, интересовало в последнюю очередь. Вскоре после референдума прошли совещания в Новоогарева, срыв союзного договора и в конце концов Беловежские соглашения как приговор СССР. О чем сначала сообщили американскому президенту Джорджу Бушу-старшему и уже потом мгновенно ставшему бывшим Михаилу Горбачеву. Все изменилось в один миг 8 декабря 1991 года. Вот так в одночасье, буднично, произошло событие, которое можно сравнить от природной катастрофой, но которое по своим последствиям оказалось куда страшнее и трагичнее. 9 декабря 1991 года мы проснулись в другой стране. И что это за страна, до сих пор знают немногие. Как географ я понимаю, что разломы шли не только по земле, но и по судьбам наций и народов каждая отделившаяся страна должна была выживать в одиночку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Славочка сказал, что начнется передвижение народов. На Кавказе начнется бесконечная кровопролитная война, что погибнет много ребят, что каждый регион будет занят своими проблемами. И он сказал, что когда будут сильнейшие катастрофы, каждый регион снова будет занят своими проблемами и особо помогать никому не будет. Вот он говорил про войну на Кавказе. В ту пору о войне еще в 1991 году, это же в декабрь месяц был, еще даже никаких разговоров не было. А я когда-то работала на заводе военпредом, знала, что такое оборона и что такое вообще война. И вдруг он вот так вот говорил, что будет война на Кавказе, что люди свои будут убивать своих. Но так оно и получилось. Война-то получилась. Там же сколько много наших русских. И ведь в Биле же, когда шла-то война, там ведь не разбирали. Наши, чеченцы. Война-то, я ранен, БМП выведены из строя. Я 10-й, я 11-й, прием. 11-й, блядь. Ну вот думайте, мы все погибнем, это не просто так. Надо конкретная быстрая помощь. Я понимаю, я понимаю. Идут уже к вам, идут. Грибович уже там стреляет. Жаня, что делать? Надо мне, чтобы здесь взяться и вывезти раненых. Раненых уже очень много. Я понял, я все понял, прием. 11-й, 10-й, прием. Я 11-й, прием. Просит, чтобы артиллерия левее 10, левее 10, прием. Выгираться из этого взяла? Находимся на консировочной станции. Что вам делать? У нас разрывается порядок. Может быть, это артиллерия долгих по нам? Клянусь, верно служить народу. Народом. Мяу! Продолжение следует... После трагедии Буденовской и Кизляра, война в Чечне перестала казаться чем-то далёкой. Несмотря на огромные жертвы, восстановить конституционный порядок в мятежной республике никак не удавалось. Похороны погибших в Чечне солдат и офицеров превращались в массовые антиправительственные манифестации. Война была крайне непопуляторной. Устали мы все. Все уже вот здесь. Это не наша война. Война у какой-то мафии. Никогда она закончится, она неизвестна. Да, на Кавказе, он сказал, будет бесконечная война, будет пропадать очень много народа, будет погибать много народа. И вообще, Славочка сказал, даже без войны будет погибать народу больше, чем во время войны. Кавказа Москва будет жить праздно. И она никому не будет помогать. Центр не будет помогать регионам. Эти будут вынуждены сами что-то предпринимать и выживать сами. И Ельцина, он сказал, он сильно заболеет Ельцин. И он сказал, что Ельцина снимут. Он не может править страной, и его снимут. Он сильно заболеет. А потом будет правитель, которого никто не знает. Он больше ничего не сказал. Он только сказал, что будет правитель, которого никто не знает. и что этот правитель не принадлежит никакой партии. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Славочка сказал, что Россия помирится с Америкой, у них будет примирение. И у американцев, очень много, говорит, американских солдат будет стоять на наших российских границах. Но во внутрь России, Славочка сказал, американские войска не зайдут. Ни для кого не секрет, что с распадом СССР, республики бывшего Советского Союза, а также Центральную Азию, Соединенные Штаты Америки объявили зоной своих национальных интересов. Создается впечатление, что так называемая исламская угроза сконструирована специально для новой России. Интересна технология. Сначала бывшая Советская Республика заявляет свой нейтралитет, требует вывести российские войска и военные базы. Затем проводит учения с миротворцами из НАТО и, позабыв о нейтралитете, распахивает двери для хозяев нового мирового порядка. Эта картинка не из Афганистана, не из Ирака. Это так регулярная армия США патрулирует в киргизских селах, находящихся в окрестностях базы. Не менее живучей оказалась и другая геополитическая идея. Дранг на хостом. Во всяком случае, трудно иначе объяснить непреодолимое стремление военного блока НАТО вплотную прижаться к границам нашей страны. Североатлантический альянс в этом году проведет целый ряд военных учений. Кстати, самых масштабных за последние шесть лет. Прямо у нас под носом. При Балтике. Цель всего – проверить способность прибалтийских армий, принять и разместить иностранный контингент. Вопрос – зачем он там нужен? США сегодня ведет себя как империя. Таких баз, как Киргизия, сотни по миру. Американская военная машина действует по шаблону. И поэтому по инерции, несмотря на смену политической администрации, в своей собственной стране выполняет старые установки. Главное – внушить страх на оккупированной территории. Это великая мысль. Новый мировой порядок. И будет все американское. Славочка сказала, у нас даже кино будет американское, и людям настолько все это надоест. А тут Славочке подарили альбом с марками. И я ему сказала, говорю, Славочка, хочешь посмотреть альбом? Ну, он с таким не очень-то, с таким восторгом. Но ради уважения ко мне он посмотрел этот альбом и сказал, мамочка, вот когда будет все американское, люди будут рады видеть даже маленькую российскую марочку. То есть соскучиться о своем и будут искать свое. ПЕСНЯ Потом он говорил, что на Дальнем Востоке опустеют военные городки, отключат свет, люди будут уезжать и начнут заселяться. Все, кто рядышком – китайцы, вьетнамцы. И будут они чувствовать себя, как дома. Вот такое вот слово он сказал. Ну, как видите, так оно и исполнилось. Но военных городков на Дальнем Востоке очень многое опустело. И вы понимаете, что для обороны наша страна это никуда не годится. ПЕСНЯ КОНЕЦ Время, в Соединенных Штатах В кругах близких к администрации Обамы Обсуждается совершенно новая геополитическая тема Возможность политического альянса между США и Китаем Причины понятны Китай все больше выдвигается на авансцену Причем в Соединенных Штатах многие убеждены Нынешний глобальный кризис серьезно подорвет мировое влияние Америки Но откроет путь для политического усиления Китая Ни одна страна не выиграет экономически от кризиса в ближайшие годы Но отдельные страны и прежде всего Китай усилят свои глобальные позиции Прогнозирует влиятельный американский журнал Foreign Affairs 13 января в Пекин на 30-летие установления дипломатических отношений между США и КНР Приехали те, кто в конце 70-х разыграл против Советского Союза китайскую карту Это были тогдашний президент США Джимми Картер Генри Киссингер, госсекретарь США в 73-76 годах И редко попадающий в кадр помощник Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский Именно он был послан в 1978 году в Пекин, чтобы использовать Китай в конфронтации с Советским Союзом И вот 30 лет спустя Бжезинский озвучил новые американские предложения Пекину Суть предложений создания G2, то есть большой двойки в составе США и Китая И начало глобального геостратегического сотрудничества США готовы признать Китай второй сверхдержавой и подключить к решению проблем в Евразии Есть в Китае пословица Когда дерутся тигр со львом, то побеждает обезьяна, с пригорка наблюдающая за схваткой Да и что бы такого могли из Вашингтона предложить Пекину, чтобы уговорить китайцев Слезь с пригорка и подставить американцам плечо Обещая Китаю статус супер-партнера, США, скорее всего, попытаются развести между собой Москву и Пекин Новое в этой ситуации то, что США уже не способны противостоять возвышению Китая А значит, надо направить усиление Китая против России А что им мешает разыграть, как говорится, китайскую карту против России? Китаю нужны ресурсы Он набирает скорость в своем экономическом развитии У него возникает проблема в пространстве, ресурсов Ему нужен доступ к этим ресурсам, где они есть, к северу, в Сибири И проблема в том, сумеют найти Россия и Китай какие-то способы решить эту проблему Или не сумеют, тогда неизбежен конфликт Получится ли у США столкнуть Китай с Россией? Славочка сказал, что перед войной с Китаем А война будет назревать так, что когда наша Россия подружится с Америкой Американцы, как Славочка сказал, простым детским языком будут задираться с китайцами И говорит, когда китайцы разозлятся и будут на грани войны с американцами Американцы испугаются их и натравят на нас И китайцы пойдут на Россию А перед тем, как пойдут они на Россию войной Перед этим армию у нас развалят Армию развалят Техника будет в плачевном состоянии Слабая армия И китайцам не будет проблем с ней справиться Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия Гибели самого непокорного на земле народа В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху Литература, театр, кино Все будут прославлять насилие и садизм Это выдержки из секретной директивы Совета национальной безопасности США Получивший название План Далласа Руководствуясь им, уже с 1948 года ЦРУ разваливала СССР План Далласа начнет воплощаться уже через три года 20 августа 1948 года Совет национальной безопасности США Издаст директиву за номером 20-1 Которая вызовет неистовый восторг Белого дома И станет основой американской политики в отношении Советского Союза Во многом, даже в нумерации План Далласа Как его позже окрестят историки Схож со знаменитой директивой номер 21 Отданной примерно за 8 лет до этого Гитлером О плане Барбароса Посеяв там хаос Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые И заставим их в эти фальшивые ценности верить Как? Мы найдем своих единомышленников Своих помощников и союзников в самой России Пьянство, наркомания, животный страх друг перед другом И беззастенчивость, предательство станет нормой жизни Национализм и вражду народов Все это мы будем насаждать ловко и незаметно Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет Будем всегда главную ставку делать на молодежь Станем разлагать, развращать, растлевать ее Мы будем разваливать армию изнутри Мы проникнем в самые ее низы и на самый верх Наступит момент, когда служба в армии будет считаться постыдной И эта армия пойдет против своего народа В это же самое время, когда развалят армию Славочка сказал, типа полицейское государство будет у нас И говорит, создадут бригады мощные, сильные, вооруженные Последним словом техники вооруженные Будут стоять кругом прослушки И где-то, если кто-то начинает будет говорить о чем-то Вот эти бригады, он их так и назвал Бригады быстрого реагирования Вот эти бригады будут появляться неожиданно Быстро, бесшумно И подавлять в самом только начале Вот какое-то вот такое движение Славочка сказал, что прослушка будет такая, что времена будут хуже, чем при Сталине Люди будут шепотом на улице разговаривать На базе есть зона, куда могут попасть лишь офицеры по специальным пропускам Она охраняется особо На ее территории находятся двухэтажные постройки без окон В этих зданиях соблюдается строгий температурный режим Об этом свидетельствуют многочисленные кондиционеры В одном из помещений расположен программный комплекс «Эшелон» Многоканальная, многофункциональная система радиоэлектронной разведки Эта прослушка покрывает весь мир Каждый факс, каждое письмо электронной почты Звонок с мобильного или обычного телефона записывается и обрабатывается Перехватываются миллиарды сообщений В Манасе США построили станцию, которая контролирует всю Среднюю Азию, часть Китая и Сибирь А тут у нас в городке, прямо по славяному пророчеству, создали бригаду быстрого реагирования Далеко ходить не надо под носом Я говорю, ну хоть бы Это я стою 16 лет на кладбище И постоянно говорю Что скоро создадут бригады быстрого реагирования И эти бригады быстрого реагирования Совсем создадут с другой целью Чтобы те люди, которые не чипированные Будут чипироваться с помощью этих бригад Ее взяли и перебросили в другое место Как Славочка сказал, их создадут для того, что если где-то какие-то волнения Чтобы они с моим быстрым появлением Гасили в самом начале вот эти все волнения Вот они Ура! 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 Первый этап создания нового облика вооруженных сил Российская армия обрела новую систему управления войсками Вместо шести военных округов Созданы четыре мощные межведовые гурировки войск Объединенные стратегические командования Запад, Юг, Восток и Центр Обновлена система подготовки и обеспечения войск Мастер обороны Анатолий Сердюков Наконец-то, так сказать, не зашел до простого народа И, собрав приближенных к телу журналистов Объявил параметры той реформы, которую он собирается проводить Таких сокращений не было даже в Ельцинское время Когда сокращали советскую армию Таких масштабных И, безусловно, если все это будет доведено до своего логического конца То можно говорить о том, что наша армия практически потеряет боеспособность Потому что в эти реформы входят столь радикальные сокращения Как, например, сокращение органов ВАСО военных сообщений на 90% Что это значит? Основа России — это железные дороги И все, что связано с военными перебросками Всегда было, начиная еще с царских времен Как только эти железные дороги появились Оно относилось к органам ВАСО, военных сообщений И сейчас ее собираются сократить на 90% От всей этой системы собираются оставить только военных комендантов Если это произойдет, то фактически наступит коллапс Вообще понятия подвижности российской армии Потому что перебросить в этом случае, допустим, срочную дивизию Из центральной части куда-нибудь на Кавказ Просто будет нечем и некому Потому что гражданские специалисты с этим просто не справятся Это совершенно другой тип переброса В 1991 году фактически была свернута боевая учеба в российской армии И с 1991 года до 2003 года Боевая учеба превратилась в понятие, существующее только на бумаге И от кого же собирается Сердяков избавиться? Он собирается избавиться от тех, у кого предельный срок вышел Это значит, люди, которые служили 25 лет и больше А это как раз тот самый небольшой костяк, оставшийся в российской армии Офицеров, которые способны хоть что-то делать Офицеров, которые получили нормальную подготовку в советское время Которые успели там послужить Которые успели получить нормальный опыт Сердяков же в этом случае пытается обречь нас фактически На полный, так сказать, развал наших вооруженных сил И на деградацию армии Когда он в узком кругу заявляет, зачем вообще нужна военная медицина Вся страна лечится в поликлиниках, нужно все это разгонять Нужно все это сокращать То можно констатировать, что одна из немногих вообще эффективно работающих систем нашей армии А именно наша военная медицина, которая достигла высочайшего мирового уровня Когда, допустим, на последней войне, в ходе в Чечни Процент потерь санитарных Или, точнее, процент раненых, умерших в госпиталях Сократился до 0,1% И так по многим системам Собираются ликвидировать военных юристов Собираются ликвидировать военных финансистов Собираются ликвидировать военных журналистов Собираются громадным образом урезать, где только возможно, различные, так сказать, военные должности И я уж не пытаюсь обсуждать в этом случае его военно-стратегические планы Переходить на бригадную систему Ликвидировать четырехступенчатую, как он говорит, систему Организации, значит, округ армии, дивизии, полк А переходить, значит, на округ оперативное командование бригады Это все пока написано вилами на воде Никак не просчитано экономически Никто не знает, во что выльются эти эксперименты Хотя деньги, которые на этом случае нужно затратить Таковы, что даже нынешние, так сказать, вливания в финансовый сектор По борьбе с кризисом нам могут показаться просто сиротским взносом По сравнению с тем, что придется потратить вот на эти сердяковские эксперименты Что получится в результате, написано на каждом из здоровенных мешков После того, как изделие расправят, начинается настоящее надувательство Всего через несколько минут с расстояния даже 100 метров По заверениям разработчика, самый искушенный шпион не разберется, что перед ним подделка Единственное, что ствол подпирать приходится Насос, который получается где-то внутри, должен работать постоянно Иначе танк может быстро сдуться Но в любой момент все это вооружение может и лопнуть Перед надувной армией множество опасностей Те же стандартные 5 минут уходят и на разворачивание грозной системы ПВО Если смотреть из кабины истребителя, вполне может быть страшно По желанию надувающих, ракеты могут быть как в походном, так и в боевом положении Новый облик вооруженных сил России стал главной темой сегодняшнего заседания Коллегии Министерства обороны Преобразование затронут все родовольств Об этом на пресс-конференции заявил Анатолий Сердюков, подводя итоги заседания Мы сейчас детально буквально рассмотрели по каждому роду и виду войск Как это все будет выглядеть, из каких конкретных подразделений будет состоять И что мне хотелось сказать Первое, прежде всего, это то, что Этой части будут только постоянные готовности Я уже об этом неоднократно говорил И президент Российской Федерации об этом неоднократно озвучивал Значит, управленческие звенья вооруженных сил Что мы сейчас сегодня имеем? Военный округ, армию, дивизию и полк Мы переходим на другую, на трехпородную систему Военный округ остается, оперативная команда, а не бригада То есть у нас выпадает дивизия и полк Появляются бригады Пока же, как только выключен насос, надувная война очень быстро заканчивается Григорий Вдовин, Александр Чуканов, Вести, Москва Ни одна, подчеркиваю, ни одна армия в мире не отказалась от дивизии Поскольку дивизия является основным тактическим соединением сухопутных войск Дивизии сосредоточены, дивизия не только в три раза меньше, чем бригада Или в два раза меньше, даже в два раза меньше В дивизии находятся еще все ракетные средства В бригаде их нет В дивизии находится артиллерийский полк В бригаде его нет Зенитно-ракетный полк, в бригаде его нет Все тыловые технические службы обеспечения, все находятся в дивизии И поэтому говорить, что мы переходим с дивизиона на бригадную Это означает, что мы уничтожаем практически способность нашей армии вести боевые действия на суше Вот что это означает на самом деле Там прошла конференция по стратегии национальной безопасности Я у меня довелся выступить И там было сказано, что нынешний этап это уже практически добитие Это завершающий этап ликвидации российских вооруженных сил А теперь мы имеем такой длинный монолог А теперь ответ на ваш вопрос прямой Ликвидация армии нужна власти для того, чтобы армия не стала ядром организованного сопротивления уничтожению России Вот для чего уничтожается русская армия Благоверный государь, император Александр III Миротворец Отец царя-мученика Николая II Сказал когда-то золотые слова У России не было и нет союзников У нее только два союзника Ее армия и ее флот Умнейший человек и умнейшие слова Только врагам России нужен развал нашей армии Поэтому и не приложено правило Если хочешь знать, кто масон и враг России Узнай, кто разваливает сегодня нашу армию По плодам их узнаете их, говорит Господь Плоды масонов, развал нашей Родины, развал армии, гонения на русских патриотов, растления молодежи, скрытые гонения на православную веру Вот их плоды, по которым мы их узнаем Вся нечисть узнается по плодам Для служебного пользования 25 октября 1995 года Вашингтон, Министерство обороны США Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн Советским Союзом посредством атомной бомбы Правда, с одним существенным отличием Мы получили сырьевое предады, а не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать Из речи президента США Билла Клинтона на закрытом совещании Объединенного комитета начальников штабов В России экономику развалят Славочка сказал, что отключение электроэнергии начнется с Дальнего Востока Затем понемногу начнут везде отключать, по всей стране Последний отключат Москву Славочка сказал, что из-за отсутствия горючего будет стоять почти вся техника Будут стоять самолеты, не будет керосина Вообще в стране не будет света, газа и не будет тепла И Славочка сказал, что все школы, все ребятишки будут болтаться на улице Потому что на улице будет теплее, чем в квартире зимой Даже вот рассказал, как в нашей школе, военном городке Преподаватели вначале будут пальто одевать, еще что-то преподавать Ребятишки еще будут приходить в пальто там сидеть Сказал, что не будет бумаги, не будет мела Что вначале будут собирать старые тетрадки и на полях что-то писать Затем это тоже перестанут Люди будут надеяться, что вот-вот что-то изменится, что все будет хорошо Но когда они этого не дождутся, все эти холодильники с кухни, Славочка сказал Все вот эти люстры, все вот эти видики, все вот эти телевизоры Все будут выбрасывать на помойку Это сказал Слава, именно слово помойка Он сказал, все будет выбрасываться на помойку А на кухне будут пытаться делать печки Хоть как-то, чтобы отопить А потом будут уходить уже просто куда-нибудь Потому что отопить квартиру, это очень сложно Об их судьбе заговорили после того, как в интернет попали фотографии Сделанные в некогда процветающих шахтерских поселках Многие были не готовы поверить, что и в наши дни люди А в их юбилейном и соседнем Шумихинском довольно много Могут смиренно жить в подобных условиях Наш спецкоррена Осипова выехала на место Это не последствия бомбежки или ядерного взрыва Это жизнь после смерти городообразующего предприятия Шахта Шумихинская Здесь была школа на тысячи учеников А в этом некогда красивейшем здании дворец культуры Десять лет назад население двух поселков было около 20 тысяч Сейчас меньше трех тысяч Добычу угля прекратили в 98 году Шахтерам на память выдали вот такие кружки И отправили домой Мы остались как брошенные тут люди Ничего мы не видим, даже воды не видим Воду дают по графику В Шумихинском два раза в неделю Политлиника одна, на четыре поселка Десять койко-мест Очередь на плановую госпитализацию сейчас расписана до конца марта В Днепланово лучше не болеть Скорая одна Рейсовых автобусов нет От самой шахты остались только несколько зданий Их приспособили под лесопилку Все остальное снесли до основания Большая часть работников заключенные Вольным работать негде Заброшенные дома иногда становятся жильем для бездомных Или жертв черных риэлторов К примеру, вот такое объявление мы увидели на одном из сайтов Продается квартира в живописнейшем поселке Шумихинске 150 тысяч рублей На первый взгляд дешево Но реальная цена куда ниже Этот дом тоже скоро превратится в призрак Почти все соседи, говорит Светлана, уехали на большую землю Как только в пустых квартирах отключили тепло Она на себе ощутила холод-одиночество В буквальном смысле В прихожей теперь, как на улице Холодильник отключили по этому поводу Все продукты у меня вот здесь Они не портятся, потому что тут холодно Не хватает тепла и в местной школе Зданию нужен ремонт В некоторых кабинетах дети учатся в верхней одежде Местные дети за неимением других развлечений Нередко гуляют по развалинам прошлой жизни И не скрывают, после окончания школы Сразу уедут отсюда Тут моя бабушка была И тут зал был Тут кухня В администрации Пермского края говорят Проблемы бывших шахтерских поселков Они пытаются решать Сейчас готовится проект по замене водопровода Куда сложнее, говорят, решить проблему занятости Выяснить, что об этом думает трудоспособное население Юбилейного и Шумихинского Которое осталось без работы Нам не удалось Здесь вообще сложно встретить людей среднего возраста Почти все уехали работать вахтовым методом в другие районы И без того малолюдные улицы с наступлением сумерек вовсе пустеют Фонарного освещения нет А ходить во мраке посреди развалин решится не каждый Инна Осипова, Артем Кифанов, Наталья Сброжек, Андрей Мошкин НТВ, Пермский край Славочка сказал, что в стране не будет металла Когда не станет металла, вот эти все кладбища, их все разграбят Все металлические оградки, все кресты Все будут собирать и пускать на переплавку Да, даже маленького ножичка металлического никто не найдет нигде Ни гвоздя, ни ножа Поэтому Славочка сказал людям, кто к нему приходил Запасайтесь лопатами, ломами, буржуйками Запасайтесь гвоздями Запасайтесь всем тем, что поможет в трудное время выжить человеку Почему-то сказал, что нужно очень много простой ткани Я спросила, почему? А он сказал, мамочка, клочка ткани никто не найдет Ткани вообще не будет А все болезни, говорит, вернутся Поэтому и раны, и язвы, и все болезни, какие только есть, все возвратятся Он сказал, что нужно лекарства тоже запасать Нужно запасать спирт, чтобы эти раны обрабатывать В общем, по его предсказаниям, страшное время Славочка сказал, что в это время Не нужны будут ни артисты, ни композиторы Вообще никакое искусство и никакая культура Нужны будут те забытые знания, когда люди искали воду Те знания, как нужно выживать в таких условиях Нужно будет только это У меня сын учился в музыкальной школе И я требовала от него Он, хотя и так был аккуратным Систематично учил и в школе уроки, и в музыкальной школе И мой сын дружил с Славиком И Славик, когда видел, что такой большой труд Уделяется на музыку Говорит мне Тетя, а музыка не пригодится Марселю Не пригодится вашему сыну В будущем ни музыка, ни музыканты, ни художники Не будут интересовать людей Искусство вообще отпадет Людям будет не до искусства А музыка не пригодится Святый праведный отраче Вячеславе, Ищи святую память Твою, Ты помолишь и на нас Христа, Бога нашего. Отверзе агнец дланью десной, Печати возглашая вишть и мнемли, И белый конь, и рыжь, и вороной, Почуяв волю, понеслись на землю. И он отъял четвертую печать, Аз имя смерть прочел на лике бледном, И бледный конь сидящего помчал, И глад за ним, и ад идящий следом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Славочка сказал, вода будет с поверхности земли уходить. Люди, особенно в центральной полосе России, там вода вообще будет уходить. Будет с каждым годом все жарче, а воды не будет. А люди будут рыть воду в надежде, что вот они дарыли. А, говорит, утром встанут, воды снова нету. Поэтому воду надо запасти. Славочка сказал, что вот этот период, когда человечество разделится, кто станет за Бога, а кто станет против Бога, вот в этот короткий период, все, кто за Бога, им хватит святой воды. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть вот если бы специально задавали вопросы, может быть, бы она сказала, что зачем, а так в основном... Нет последовательности в книжке. Насчет того, что вот, например, смущают там это людей, им интересно, почему-то вдруг стало совсем интересно, что нет последовательности, какие события за какими будет идти. Так вот, на эту тему хочу сказать, что последовательности оно и нету, потому что его спрашивали, он говорил. Я его специально привезла в Лавру, чтобы с ним поговорили в последовательности. Но я не знаю, если с ним отец на ум не разговаривал, то последовательного разговора просто нету. А мы свидетели того, вот мы его спросили, он вам сказал, мы его спросили, он вам сказал, мы запомнили, сейчас вам говорим. Вообще удивительно, что мы еще вообще что-то запомнили. Вот, в принципе, истина проста. Насколько я помню, а какую еще последовательность, это очень подробно. Созданы сейчас бригады быстрого реагирования, а дальше что? Дальше, значит, накормят, потом сделают голод, идет война с китайцами, воцарение антихриста. В противовес приход православного царя, Славочка сказал, он его назвал правителем. И приход Господа, вот и вся последовательность. А то, что как это апокалипсис будет идти, так это давным-давно по всем книжкам описано. Провалы в эти пустоты, и Славочка говорил, уход воды, прекращение роста деревьев, травы. Ну, какую еще надо последовательность, мы уже дожили до крайности. Славочка сказал, перед тем, как исчезнуть доллару, вообще доллару, он, говорит, наберет какую-то силу. То есть он повысится в цене. Вот когда доллар повысится в цене, Славочка сказал, что нужно будет покупать лекарства людям. Хотя бы самые необходимые. Потому что, говорит, все болезни, они все вернутся. Поэтому людям он советовал, он просто переживал за эти лекарства. Он сказал, мамочка, небо будет давить. Ну, как мне объяснишь, я же не физик, не медик, никто. И поэтому он говорил такими словами, что небо, говорит, будет давить, все ниже и ниже будет опускаться. У людей, говорит, головы будут болеть. И, говорит, в те времена, кто не успеет запасти вот это лекарство, говорит, так получится, что профессор профессору по блату будет давать полтаблеточки анальгина. Потому что настоящего анальгина не найдешь. Это время сейчас, как я поняла. Вот сейчас еще есть лекарства, и если кто-то слышит, пускай запасают это лекарство. Типа титроциклина, левомицетина, анальгина, аспирина, спирта, ваты, бинты, йод и прочая марганцовка, зеленка. Хотя бы просто необходимые. Уж, конечно, в ледов. Потому что у всех сейчас с сердцем прям проблемы сплошные. Затем, Славочка сказал, люди зайдут такие, говорит, унылые, без денег в магазин. Посмотрят. А там, говорит, нулиты, говорит, убрали. Продукты, говорит, недорогие. И они, говорит, как начнут эти продукты покупать, им, говорит, с трудом повериться, что эти продукты сейчас столько стоят. Они начнут покупать, покупать. Им будут завозить, завозить. Они будут все, говорит, есть, насытятся и подумают. Ну, вот теперь всегда так будет. И, когда они так подумают, насытившиеся эти продукты на государственном уровне, все спрячут под землю, Славочка сказал. Такие, говорит, хранилища, сделают. Такие холодильники. Там столько, говорит, мамочка, будет продуктов. И они все туда поспрячут. И начнется на земле голод. А разъевшиеся вот эти молотчики, они, говорит, мамочка, почти, говорит, не задумываясь, почти не задумываясь, совести не будет. Они, почти не задумываясь, перейдут от этого мяса животных к человеческому мясу. Даже почти не задумываясь. И поэтому, говорит, все двери в гаражах, в овощехранилищах, вот частных таких, в домах, все будут открыты нараспашку, чтобы бандюги не подумали, что есть что-то там съесть. Будет голод, говорит, несколько месяцев, но он будет жуткий. Умрет очень много народа. Его поразил один случай, что мать с ребятишками умирает. Именно, говорит, мамочка над холодильником, где полным-полно под землей продуктов. Это настолько его поразило, что он без них и взял ладошечку, он за сердце свое держался, когда все это говорил. Говорит, целое подземелье продуктов, а они наверху, прямо над этими продуктами умирают от голода. Святая святых, государственная кладовая расположена глубоко под землей, на глубине более 100 метров. Попасть сюда можно по стволу в шахте в специальной клете, которая, по сути, является обыкновенным лифтом. В хранилище, которое находится в бывшей горной выработке, поддерживается постоянная влажность и температура плюс 10 градусов. Это обеспечивает сохранность сахара в течение 12 лет. Огромные стальные переборки весом 7 тонн, как на подводной лодке, обеспечивают сохранность стратегических запасов в случае затопления или воздействия других внешних факторов. Но он не будет долгим, этот голод, Славочка сказал. Он долгим не будет. Будет все происходить очень быстро. Война будет происходить быстро и не так долго. Голод будет жестокий, но недолгий. И вот в этот жестокий голод что будет самое ценное? Это будут иконы. И опять же старинные вещи. И люди понесут свои драгоценности. Вот во всяком случае он рассказывал о здешнем крае. Повезут в Челябинск иконы, где будут оценивать дороже. А голодные продавцы, он так и сказал, голодные продавцы со страхом будут работать в этих иконных лавках. Прямо создавать будут отдельные иконные лавки. И они, говорят, со страхом будут там работать, потому что эти иконные лавки будут гореть. Я спросила Славика, а как они будут гореть? Кто их будет поджигать? Он сказал, и Господь будет сжигать огнем иконные лавки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Славочка сказал, что во время голода и в последующее время вернутся все болезни, какие только знало человечество. И проказа, и чума, и холера. Но вернутся они в более таком жестоком каком-то варианте. От них нет лекарства. Люди будут массово умирать. Но помимо этой беды появится новая болезнь. И названия ей нет. Я спросила Славочка, но все равно как-нибудь же ее назовут, что это за болезнь? Он мне сказал, говорит, мамочка, я сейчас посмотрю. Ну вот, говорит, идет в нашем ДОСе женщина. У нее просто нет сил. Вот она идет, уже к подъезду подходит, видит, что умирает ее подруга. Стоит, говорит, перед ней и думает, помочь? А хватит ли у меня сил зайти сейчас в свой подъезд, открыть дверь, и увижу ли я своих детей? И она не стала ей помогать, экономив силы, чтобы зайти домой, увидеть своих детей. И он сказал, нет, мамочка, я не знаю название этой болезни, но от нее будет умирать очень много людей, у них совсем не будет сил. И людей никто хоронить не будет. Они будут вот так идти и на ходу умирать. Кругом, говорит, будут трупы и кругом будет стоять зловоние. И так же в нашем военном городке. Все будет везде одинаково по всей земле. И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. И сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Это библейское описание шестой казни египетской. Наказание посланного человечеству, погрязшему в грехах и пороках разгневанным богом. Возможно, эти строки одно из первых упоминания страшной болезни. Чуме. Паника, пьянство, разврат, грабежи, безумие и отчаяние шли за чумой по пятам. Люди живьем закапывали себя в землю, сознавая неизбежность смерти. Черная смерть, унесшая более 50 миллионов жизней, стала источником вдохновения художников. Одним из известных сюжетов является пляска смерти. Смерть ведет в могилу цепочку фигур, среди которых король, монах, юноша, девушка. Другой сюжет – триумф смерти. Знаменитое произведение «Де Камерон» Джованни Бокаччо начал писать во время чумы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Быстрее и быстрее. За последние 60 лет население Земли увеличилось почти в три раза. И более двух миллиардов человек переехали в города. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Быстрее и быстрее. Шэньчжэнь. Ныне огромный город в Китае, с сотнями небоскребов и миллионами жителей. Всего лишь 40 лет назад был небольшим рыбацким поселком. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Быстрее и быстрее. В Шанхае за последние 20 лет было выстроено 3000 башен и небоскребов. Еще сотни находятся на стадии строительства. Сегодня более половины населения планеты живут в городах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Славочка сказал, что сатана хочет разжечь на планете войну между мусульманами и христианами. Но Бог этой войны не допустит. Поэтому поднимутся буддисты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Наша страна будет воевать с китайцами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Китайцы сюда зайдут, как на свою территорию. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я сейчас точно не помню. Или им ее продали, они ее считают своей. У них есть свои пророчества. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И они знают, что они здесь будут. И они сюда спокойно войдут. И им кто-то будет сопротивляться, будут идти кровопролитные бои. А кто-то и так, Савочка, сказал, высадят десант. Вы, говорит, утром проснетесь. В окно-ка посмотрите, китайцы. В другое окно посмотрите, китайцы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Знаете ли вы, что по соседству с нами, как на дрожжах растет мощнейшая военная держава? Всего за несколько лет китайская армия невероятными темпами превращается в один из важнейших факторов мировой политики. Пекин постоянно увеличивает военные расходы. В минувшем году на перевооружение и закупку оружия Китай потратил 150 миллиардов долларов. Для сравнения, в России эта сумма составляет 75 миллионов. Кстати, Россия немало способствует росту китайской военной мощи, продавая поднебесное вооружение в особо крупных размерах. В феномене китайской армии разбирался Андрей Воробьев. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 25 миллионов солдат и офицеров. Именно столько сегодня насчитывает китайская армия. Это в 25 раз больше российской армии и в 50 раз больше американской. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мало того, в случае тотального вооруженного конфликта под ружье китайцы могут поставить еще 400 миллионов резервных войск. И тогда армия Китая по численности будет превышать население России и Америки вместе взятых. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Исходя из совокупной мощи Китая, она непобедима. Никем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 2009 год. Пекин. На площади Тянь-Ань-Мэнь в честь 60-летия основания Китайской Народной Республики проходит военный парад. Впервые, кроме привычных танков и бронемашин, в параде принимают участие зенитные пушки, ракетные комплексы и даже новейшие межконтинентальные баллистические ракеты. Для зарубежных гостей это настоящая сенсация. Ведь еще десять лет назад китайская армия по уровню вооружения считалась одной из самых отсталых. Еще несколько лет назад военные эксперты считали, что китайская армия плохо вооружена. И в случае войны солдаты пойдут с оружием образца 70-х годов. Но сегодня ситуация резко изменилась. В первую очередь потому, что китайцы начали закупать огромные партии оружия у своих партнеров, в том числе и у России. Но самое главное, вместо того, чтобы тратить годы на разработку оружейных новинок, китайские конструкторы берут качественные зарубежные образцы и разбирают их. Потом изучают и делают полные копии оригинала. Так случилось с российским автоматом Калашникова, бронеавтомобилем ИВЕКа, танком Т-90. Делать копии китайцы умеют хорошо. Таким способом они наштамповали огромное количество военной техники. Кроме стандартного оружия, Китай, в отличие, например, от России, уделяет внимание оружию пока экзотическому, но имеющему стратегическое значение. Уникальный проект. С 2006 года на базе выпускников компьютерных академий и университетов руководство КНР сформировало отряд хакеров. Это перспективнейшая разработка китайской армии. Ведь отряд хакеров, состоящий всего из 12 компьютерщиков, сможет полностью дестабилизировать ситуацию в стране противника, оставив его без света, электричества и воды. Говорят, что именно этот отряд регулярно взламывает головные сервера Пентагона и ворует схемы и чертежи последних разработок Америки. Служат китайцы, как и в большинстве стран мира, с 18 лет. Предельный возраст призыва – 30 лет. Такого явления, как уклонение от службы в армии, присущей России, в Китае просто не существует. Для каждого молодого человека служба стране – это долг и гордость. Не говоря уже о том, что многие молодые люди после двух лет службы хотят остаться в армии кадровыми офицерами. Просто потому, что большинство из них – жители села, где 65% населения находится на грани нищеты. А службы в армии – это престижно и за это хорошо платят. Но самое главное – три года назад правительство Китая приняло указ обучить молодежь основам военного дела. Это значит, что в ближайшее время 50 миллионов юных китайцев отправятся в специальные военные лагеря, где их будут обучать обращаться с оружием, основам маскировки, разведки и шпионажа. Самое любопытное, что точно такая же ситуация была и в СССР. Во время холодной войны с Америкой руководство страны ввело обязательный предмет в школе – начальная военная подготовка. Слава! 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 Эти китайцы будут убивать людей. Они будут очень жестоки к нашему населению. И поэтому Славочка, когда посмотрел, он никогда никого не обзывал, потому что это был интеллигентный мальчик. Но когда он посмотрел, что будут делать китайцы, он и говорит «Укосые». Я очень удивилась, что он кого-то обозвал. Красный Китай – это модель запланированного общества нового мирового порядка. Китай за свой политический курс получил от ООН больше наград, чем какая-либо другая нация. Для планировщиков-глобалистов авторитарный Китай – это будущее. Красный Китай – лаборатория глобалистов, доказательная почва их планов, где почти полтора миллиарда людей проживают свои жизни, как подопытные крысы на испытательном полигоне для формулирования прекрасного нового мира. Китайское государство безжалостно расправляется с любыми формами несогласий с его политикой. Альтернативные вероисповедания, сторонники движения Фалунг-Гонг, проповедующие праведность и сострадание, бастующие рабочие фабрик, посылаются в принудительные трудовые лагеря. Их кровь и органы каталогизируются для подготовки к продаже. Китайское правительство продает органы заключенных на мировом рынке донорских органов. Если богатый пациент решается на операцию в Китае, ради него убивают заключенного, затем первому пересаживают его донорские органы. Если же органы утекают из страны, то специальная мобильная бригада быстрого реагирования казнит человека и извлекает его органы по пути к ожидающему самолету. Китайские общественные подстрекатели подвергают эвтаназии пожилых и инвалидов. Китай в полной мере следует проектам глобалистов по устройству мира. Такая же античеловечная тотальная метода постепенно преваряется по всему миру. Вот понастроенные вот эти новые храмы, мечети, они будут переделывать, Славочка сказал, крышу. Вот по-китайски, говорит, ее сделают. Крышу вот такую Славочка пальчиками показал. Положит, говорит, дракона. И этот дракон глухим, протяжным, говорит, таким звуком будет собирать народ на поклонение. Вот сопротивляющиеся будут убиты или повешены сразу, чтобы люди молились Будде. И кто будет сопротивляться, их сразу поубивают. Прольется очень много крови. И поэтому, когда сейчас, зная пророчество Славочки, я вижу, что строится вот это все, меня же так кто не радует. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Помимо этой глубочайшей, самой глубокой в мире трещины, они выпустят огромное количество радиации. Славочка, как я сказал, они замерли от ужаса, когда такой был выброс у них радиации. Они никому не скажут поначалу, они будут пытаться хоть что-то сделать. И попытаются сделать все, что возможно, чтобы не знал весь мир. И говорит, даже тайно от тебя, говорит, мамочка, меня привезут в Китай. Но я там им не помогу, нету воли Бога. Всегда отверзя пятую печать, под алтарем увидев избиенных, и даша им за велю печаль белы одежды облаченья верных. А за шестою скорби не уместить, аз обозрех смятенья в народе, и велий трус, и солнце мрачно бысть, и яка кровь луна на небосводе. Подоша звезды, яка жилиства, и небо отлучися, яка свиток, и всякая гора и острова пучиной восхотели быть сокрыты. И вся языки в горы устремясь, теснясь в пещерах, в опияли плача. Падите горы и покрыйте нас. Кто может стать против гнева Агнча? Субтитры создавал DimaTorzok Когда сейчас появилось много литературы, когда сейчас более открыто стали говорить духовенство, о катастрофе приближающейся, Славочка так же, как и другие, сказал, что наводнение планете не грозит, грозит ей пожар. Славочка сказал, местами будет мороз до минус 200 градусов. Я даже как-то и боялась это как-то сказать, потому что для меня это была просто настолько такая цифра невероятная. Вот сейчас я говорю, что Славочка сказал, местами будет мороз, Оледенение местами грозит Сибири, как раз в тех местах, где живут мои родные. И, конечно, это для меня очень печально. И именно там еще упадет и кристаллическая решетка, что вот эти огромные глыбы льда будут падать с неба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Славочка сказал, что в космос летать нельзя. Когда ракета летит в космос, возвращаясь, она несет с собой невидимые кристаллы, которые оседают в одном из слоев атмосферы, они имеют способность делиться, нарастать. И при определенных условиях они рухнут на Землю. Их больше всего будет над Сибирью. Он сказал, что это кристаллическая решетка. И если человек попал, как раз вот такая структура, где-то она плотная, где-то вот так, как решетка, если он попадет вот в это пространство, он еще имеет шанс выжить, то есть вылезти. Все остальное, как будет ледяное поле. И вот это ледяное поле, когда упадет, Славочка сказал, подавит, раздавит все. Заводы или что-то будет, людей. И получится как бы лед с кровью. И Славочка сказал, этот лед, он в космосе не тает. Он на Земле таять не будет. Он так и останется. Славочка сказал, что это ледяное поле. Славочка сказал, что всей Земле грозит передвижение пластов. Он сказал, что огромные пласты начнут вот так передвигаться. И все начнет ехать в разные стороны. Славочка сказал, что на Урале есть город Златоуст. Он сказал, что он как бы в чашке. Во время уральского землетрясения ты вот закидает камнями и зальет водой. Это завершится настолько быстро, что ни одна собачка даже не спасется. А в Москве даже не подумает помочь. А у тебя, говорит, мамочка, рассыпется вся стеклянная посуда и разрушится рядом находящийся детский садик, который перед этим будут очень долго ремонтировать. Вот его ремонтировали много лет и сейчас еще продолжается. То там обвалится, то там. То там подмажут, то там подкрасят. Славочка сказал, что город Миас, он не пострадает практически. Но выбитые стекла, это же все-таки не такая уж катастрофа. Вот это, конечно, будет выбитые стекла. Но там, говорит, есть старый вокзал. Я не была там. Но там, в общем, есть старый вокзал, а там рядом со старым вокзалом стоит или двухэтажный, или трехэтажный дом, я сейчас точно не помню. Он старый. И Славочка сказал, что там сильнейший полтергейст. Он нехороший, говорит, дом. Вот этот дом тоже полностью развалится. Больше таких каких-то катастроф, чтобы здесь грозило, он не говорил. Подробно сказал, что деревня Непряхина, она останется. И в ту сторону почти все останется целым. А есть тут поселок Несяш. Там, говорит, какой-то, типа, будет стоять разгрузочно-погрузочный кран. Ну, он, говорит, упадет, но никого не задавит. В общем, в Урале катастрофа вот такая страшная в одном городе. Славочка, когда ходил гулять, говорил с людьми. И вот он мне сказал, говорит, мамочка, один офицер мне не поверил. Он, говорит, строил гараж, и я ему сказал, что надо строить не так, а вот так. А он посмотрел на меня и сказал, откуда знаешь? А я ему сказал, что скоро он у вас начнет двигаться. А он, говорит, так посмотрел и сказал, что не будет он у меня двигаться. А Славочка сказал, что будет ехать земля, и ваш гараж тоже поедет. Но другие, если поедут, не разрушатся, а ваш разрушится гараж. И говорит, мамочка, он мне так и не поверил. А когда, говорит, все это начнется, он, говорит, постоянно будет помнить. А когда, говорит, все это начнется, он, говорит, подумает, так оно и есть. В общем, он постоянно, говорит, будет думать обо мне, этот офицер. И потом он, как сказал, начнут в разные стороны двигаться пласты земные. И, говорит, люди, говорит, сидят и вдруг смотрят, говорит, что памятник Каширину, который у нас здесь стоит, герою. И этот, говорит, памятник, прямо, говорит, движется мимо их окон. Вот так вот будет как-то вот так вот ехать все, разъезжаться. По всей планете будет одно и то же. Одесса, сказал, разъедется так же. Огромные пласты, что она поделится на такие куски, говорит, начнет двигаться. Перед этим взрыв будет на Черное море. Субтитры создавал DimaTorzok Славочка сказал, большая катастрофа будет на Черном море. Он объяснил так, что вот эта чаша, там, говорит, мамочка, вот такая слойка сероводорода и небольшая, говорит, слойка воды. Он именно сказал слойка. А по дну, говорит, моря лазят какие-то, говорит, микроорганизмы, типа червей. Они, говорит, там большие. Вода, говорит, от них черная, мрачная. А наверху они поменьше размерами. И, говорит, вот они, все вот эти организмы, выделяют сероводород. И вот эта огромная чаша сероводорода и наверху не такая большая слойка воды, оно, говорит, все взорвется. А так как по вине людей на верхних слоях атмосферы, значит, скопились и химические отходы, всякие вот такие зажигающие, ну, как он выразился, я не помню. Ну, в общем, скопились отходы. И получится, что когда будет взрыв на море, оно взорвется и небо. Все будет гореть. Город Одесса, он сказал, спасет трубопровод, потому что там прорвет, там качают воду из Днестра. И там это прорвет и зальет этот горящий город. А страна, по-моему, Турция, он сказал, она частично просто испепелится. Частично. Вот это вот, все вот это вот будет гореть. Конечно, все будет взрываться. И корабли, и суда, все будет гореть. Но не сразу море погибнет. Это будет только первый взрыв. Потом оно постепенно, это будет самый сильный, мощный взрыв. Потом оно постепенно будет гореть. И потом, Славочка сказал, этого моря не будет совсем. И в анопланете больше никогда не будет черного моря. Славочка-зава ha inquiet. Славочка-зава. Славочка-зава. Вот этоrig best. Славочка-зава. Славочка-зава. Слав prophets, aver. Славочка-зава. Славjut trauma-зава. Субтитры создавал DimaTorzok Столько много недоброжелателей Я говорю, они так вот это все говорят Или так телевидение показывают, я не знаю Что у меня где-то, говорю, немножечко даже какая-то непризонт появляется Почему же так перед нами гордятся-то? А он сказал Мамочка, в Прибалтике будут тоже свои проблемы Там, говорит, просто среди белого дня Ничего не предвещая Никаких вот, ну ни прибора, ничего не показывают Вообще ничего, все нормально и тихо И вдруг поднимается огромная волна Она идет на побережье Прибалтики Внезапно При хорошей погоде Она накрывает побережье Прибалтики И все уносит И он сказал, говорит, мамочка Там один песочек только останется Даже обломков никаких не будет Вот так смоет волна побережья Прибалтики Так же будет во Владивостоке И Савочка очень удивила Как же так? Все смыто А фонарный столб, который при советской власти ставили Остался Вот И он все смотрел и смотрел Как же он так остался, этот фонарный столб? В общем, вот такие поднимутся волны То есть все это ведь в Библии написано То есть он просто подробно об этом говорит Как оно все будет Что это не будет там предвещать Какие-то там землетрясения или еще что-то Поднялась волна, пошла волна Все смыло и ушло Самый страшный цунами Случилось уже во времена Советского Союза После освобождения Курильских островов От японских захватчиков В 1952 году 4 ноября Тогда был просто полностью смыт Поселок Северокурильск Погибло около 4-5 тысяч человек А теперь внимание Сенсационный прогноз лаборатории Цунами как ни прискорбно Не обещает ничего хорошего Жителям Дальнего Востока Затянувшееся сейсмическое молчание Вскоре должно быть нарушено Точнейшие толчки Почти 9 баллов Чтобы представить себе, что это такое Нам достаточно вспомнить Спитак Там было 7,2 балла Японцы умеют строить сейсмоустойчивые здания В Токио, например, разрушений почти нет Хотя эпицентр был всего в 373 километрах Главная беда Это, конечно, цунами Основной удар пришелся на две префектуры Мияги и Фукусима Гигантская волна зашла на глубину 5 километров Многие спасались бегством в горы Только сейчас открывается полная картина катастрофы Пылающие нефтехранилища Плывущие по улицам городов корабли Дома, уносимые потоком, как спичечные коробки Не говоря уже о машинах и поездах Которые в общем месиве Похожи то ли на поплавки То ли на мелкий мусор Все это мировые телеканалы Передавали в режиме онлайн Телекамеры везде Япония в технологическом плане Шагнула далеко вперед Пожалуй, что и конец света Если он вдруг случится Будет выглядеть именно так В прямом эфире Про Санкт-Петербург он сказал так Мы с ним просто разговаривали Я сказала, говорю, Славочка А что так глубоко хоронят? У меня, знаете, вот всегда такое чувство Вот иногда ужаса, да Когда я что-нибудь там услышу Или там прочитаю Есть же такой литургический сон, да И я Славочке сказала А вдруг человек не умер? Мало того, что его в гроб положили Гвоздями заколотили Его еще на два метра зарыли Вот, говорю, в Израиле же Хоронили в пещерах Там еще, говорю, наверное, может Как-нибудь и выйти Достучаться Славочка улыбнулся и сказал Не везде глубоко хоронят Я говорю, как это не везде? А ты, говорю, сказал, что трупный Яд тоже вреден Надо закапывать опять же А он сказал Вот в Санкт-Петербурге хоронят неглубоко Я говорю, а почему в Санкт-Петербурге Хоронят неглубоко? А он сказал, говорит, мамочка Там поднимаются грунтовые воды Они, говорит, вначале Будут поглубже закапывать умерших Вода, говорит, будет подниматься Они, говорит, потом им разрешат Ставить гроб на гроб То есть вот так хоронить А все равно, говорит, вода будет подниматься И дойдет в конечном итоге до того Что они, говорит, привезут на кладбище, говорит, гроб В грязь, говорит, чуть-чуть, говорит, поставят И грязи вот этой закидают И быстренько уйдут из кладбища То есть Санкт-Петербург все равно будет заливать И он не сказал, что откуда-то Он сказал, что грунтовые воды поднимаются Санкт-Петербург Санкт-Петербург Из-за того, что люди, так Славочка сказал, вольно Пользуются землей, роют вот эти карьеры Добывают мрамор, золото, нефть, газ Образовались огромные пустоты То есть если раньше эти пустоты были закрыты Все уплотнено То сейчас были пустоты Из-за того, что люди все это повыкопали Взрывлили Будет проваливаться земля при потеплении Климата Она будет проваливаться на огромную пустоту Славочка сказал, что люди, оказавшиеся в таких провалах, где выкачивают нефть Они говорят, уцелевшие некоторые Они говорят, поднимут голову и посмотрят, что на такую глубину они упали Что там небо над головой, как маленькое-маленькое облачко И провалы, и дно вот этих всех провалов Оно, говорит, мамочка, сухое И даже обнажится основание земли Вот эти белые сталактитовые столбы На которых она стоит, эта земля Даже, говорит, они увидят глазами основание земли На такую глубину они будут проваливаться И как бы сверху будут падать И земля будет падать, и камни будут падать вот сверху И он рассказал такую историю Вот идут, говорит, по дну вот такого провала Два уцелевших человека Они с одного города Они идут и разговаривают Один шел впереди, обходя камни Другой шел сзади И этот, который идет впереди, он разговаривает, говорит И слышит, говорит, второй не отвечает Он поворачивается, а его уже нету То есть его убило Вот этим летящим сверху камнем Его убило Он, говорит, остался один В этой каменной ловушке Он, говорит, видит, летит, говорит, огромный камень И он, говорит, к нему подбежал и подставил свою голову Вот в таком бедственном положении будут находиться некоторые люди Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ В России, Славочка сказал Там, где выкачали нефть Везде будут провалы Особенно в Башкирии Там есть четыре рядом находящиеся города И там повыкачали всю нефть Все вот эти четыре города, Славочка сказал Он показал на пальчиках Ну как мне еще сказать Он просто показал Вот смотри, говорит, мамочка Вот такая, говорит, глубина А наверху вот такая слойка земли И, говорит, снизу Оно, говорит, все разрушается Разрушается Потом раз, говорит, и все, говорит, провалилось Вот эти четыре города Они провалятся На огромную глубину Оттуда нету никакого выхода Славик нас встречал Ну, как самых близких людей И один раз он говорит Тетя Мадина, давайте я вам расскажу Про ваш родной город Хотя я не спросила И он стал рассказывать Что мой город Где я родилась Где прошла моя молодость Уйдет под землю И никто не спасется Вот наш город Город нефтяников Это город Ишимбай Башкирии С 1941 года Выкачивают нефть До сих пор Под землей Огромная пустота И вот из-за этого Наш город может уйти под землю И вот его предсказания Все сбываются И мне так страшно Что его это предсказание Тоже сбудется Славочка сказал Центр Тюмени тоже провалится Почему центр Я не знаю Но он тоже сказал Из-за того, что качали нефть Провалится центр Тюмени Провалы будут почти везде Где выкачивали нефть Когда я его спросила О Челябинске Я говорю О Челябинске что-нибудь грозит Он сказал Все заводы Фабрики Все тяжелые машиностроения Которые на земле Оно все будет проваливаться И он рассказал такую историю О Челябинском заводе Там тракторный завод Еще какой-то завод И он сказал Говорит Горючего не будет Света не будет С завода будут стоять Опустевшие вот эти гиганты И там будут только сторожа И вдруг, говорит, ночью Сторож почувствует Что что-то происходит Он выскочит из своей сторожки И почувствует Что земля под ногами Как бы оживает И говорит Мамочка, он так бежал С этого завода А этот завод Весь провалился Никто не погиб Потому что в это время Уже никто там не работал И вот эти опустевшие заводы Будут проваливаться под землю Без людей В Челябинске Все заводы тяжелые Все будут проваливаться Потому что земля будет рассыхаться И она не будет выдерживать То, что мы понастроили Это будет по всей планете И оно все будет проваливаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В последнее время в Москве Участились случаи провалов грунта Они возникают и на дорогах И во дворах домов И на площадках новых строек Ученые и диггеры говорят Что столица в опасности Провалы грунта на улицах столицы Явление обыденное Под землю уходят машины Вместе с дорогами Дворы новых домов Со строительной техникой Диггеры, исследовавшие подземную Москву Вдоль и поперек Бьют тревогу Они уверенно указывают На места предстоящих провалов В самом центре столицы Например, у белорусского вокзала С одной стороны церковь А с другой стороны вот эта трещина Вот казалось бы Как вот это сочетаются Доминанты вот эти здания Давящие на грунты Здесь идет геотектонический разлом Воронка депрессии возникает под ним Потому что зона депрессивная Она собирает в себя всю воду Чем больше будет нагружаться эта зона Тем мощнее будет воронка депрессии Чем больше будет угроза провала Где угроза провала? Прямо на туннелях метро Именно массивная застройка Наземной Москвы Без надлежащего исследования Подземной И есть одна из главных причин Того, что части города То и дело уходят под землю Уверяют диггеры Ученые тоже предупреждают Об опасности По их словам Из-за вмешательства человека Под землей оживают процессы Которые были законсервированы Тысячи лет назад При подземном строительстве При вибрационном воздействии Метро и наземного транспорта При мероприятии статической нагрузки Вот таких крупных Архитектурных комплексов Меняется геологическая обстановка И меняется гидрогеологическая ситуация И вот там-то и начинаются Провалы и просадки Мы их можем видеть Почти повсеместно Один из самых ярких примеров Стройка века Москва-Сити Возведенная на известняковом грунте Небоскребы стоят Но территория вокруг Дыбится и ползет трещинами Вот то, что мы видим здесь Взломанную кафельную плитку Эту самую плитку строительную И вот этот мягкий перегиб Это результат того, что пошли Просадочные явления Ну, каких-то там 10, 15, 20 метров от здания То есть мы должны защищать Подземную среду А это стоит денег И в условиях строительства Когда во главе угла Оказывается наживо Москва стал городом потребления Это новая религия Центр Москвы обустроен На газовые и нефтяные деньги Чем больше платишь, тем лучше Москва обгоняет Запад С небывалой скоростью Ни в одной столице мира Нет так много миллионеров Роскошные магазины Гигантская реклама Сверхдорогие машины Частные самолеты Произведения искусства Лыжные курорты Страшная участь постигнет Москву За ее праздную жизнь Славочка сказал Он даже показал Вот говорит, стоит Говорит, мамочка Москва Вот так вот он показал пальчиком Ручкой Потом, говорит, она, говорит, двинется Как бы вот так вот По наклонной Немножко, говорит, постоит И провалится Провалится на такую глубину Что будет видно Только часть вот этого Кремля И звезда И Славочка сказал Когда Господь Иисус Христос Только ступит на Красную площадь Вот эту Вот эта часть Кремля Со звездой Окончательно провалится Иисус Христос Славочка Славочка Иисус Христос Масонское правительство, которое в России, Россией, которое правит, оно после провала Москвы переберется, я не помню, в какой город, но вроде как в Бонн. Потому что я запомнила, оно прозвучало слово Бонн. Я удивилась, говорю, что в Германии будет. А он сказал, да, мамочка, и оттуда будет править народом. И будет посылать бригады быстрого реагирования из Бонна. Субтитры создавал DimaTorzok В центре России, кроме Москвы, вот таких провалов сильных не будет. Там беда будет другая. Славочка сказал, там будет уходить вода. И вот жители вот этих областей центральных, они просто должны сопастись, Славочка сказал, святой водой. Воды не будет, но земля будет сохранена, провалов таких не будет. И люди там тоже выживают. И люди там тоже выживают. Вся вот эта природа, она погибнет. Высохнут леса. И Славочка удивился одному предприимчивому человеку. Он сказал, когда леса будут сохнуть, один будет такой человек, он будет о других думать. Даже в такое тяжелое время найдутся люди, которые будут думать о других. Он сделает какой-то перегон из березы. Не дюгать, как делают, а что-то другое. И это лекарство будет массово помогать людям. Славочка так удивился, улыбнулся. Сказал, молодец какой. В Чебуркуле он сказал, что только в одном месте, в одном только месте будет вода. Хотя это край озер. Здесь кругом вода. Потом и она уйдет. Аминь. Редактор субтитров в интернете. Славочка сказал, что на Урале больше всего сохранится народу телесно, потому что здесь твердыня, и все-таки будет вода. Хоть где-то какая-то, вонючая, как он сказал, затухшая, но ее, говорит, все равно, говорит, солнце будет жаркое, вот поставят на камень, и она будет кипеть на камне, эта вода. И, говорит, люди горячую, тягучую, вонючую будут ее глотать. Я сказал, Славочка, везде будет уходить вода. Он сказал, почему? В некоторых местах будет топить. Вот Англию, например, он сказал, затопит. И правительство Англии об этом знает, но им не верится. И когда, говорит, Англия начнет уходить под воду, и уже дальше возвращаться она из-под воды не будет, то есть ее будет топить, топить частично. И когда от Англии останется не такая уже большая часть, тогда только они поверят. И Славочка твердо и четко сказал, они говорят, мамочка, все, всем народам, эвакуируется, слово его, эвакуируется в Россию. Насколько близко мы подошли к этому рубежу, стало ясно в апреле 2007 года. Тогда впервые в истории проблему изменения климата и последствий этого рассмотрел Совет Безопасности ООН. Это была беспрецедентная новость. Совет Безопасности, контролирующий вопросы войны и мира, то есть разрешение международных конфликтов, занялся вопросами климата. Инициатором обсуждения вопроса о глобальных изменениях выступила Великобритания. Но почему инициатором стало именно это, пока вполне благополучная с точки зрения сегодняшнего климата, страна? Сегодня уже невозможно скрывать истинный масштаб грядущих перемен. Субтитры создавал DimaTorzok Отрак сказал, что на Кавказе начнется бесконечная война. Много погибнет наших ребят, много будет пролито крови. И в конечном итоге весь Кавказ зальет грязью. И эти горы почти все окажутся под потоком грязи. Причем эта грязь настолько под солнцем зацементируется, что там останутся живыми только небольшие островки и только где-то в горах. Все остальное, весь Кавказ будет под слоем этой грязи. Такая катастрофа там. Уже даже по природе видно, как она бунтует. Но неужели непонятно, что это кара Господняя, вот эта волна в Тайване. Да хотя это только первая волна. Она будет и во Владивостоке, она и в Прибалтике будет. Тотрак сказал, что они поднимутся по всему лицу Земли, эти волны, за беззакония человеческие. Ну сколько можно умничать человеку? Славочка сказал, что в Америке взорвут два одинаковых дома. Америке взорвут два одинаковых дома. Когда я увидела взорванных вот этих два дома, потому что они всегда делают какие-то фильмы и как бы заранее тоже все это показывают. И вот смотришь и не веришь в реальность происходящего. Это было настолько фантастично и неправдоподобно, что я с трудом переварила, что это все-таки правда. И думаю, ничего себе. Я увидела тогда только впервые, что дома-то эти действительно одинаковые. Вот посмотрела и думаю, ничего себе, Славочка, когда ты это все видел. Москва, район Печатники. Среда. Без одной минуты полночь. Большинство мисквичей уже дома и готовятся ко сну. В 23.59 дом 19 на улице Гурьянова потряс мощный взрыв. В 0 часов 8 минут. К месту трагедии подъезжает пожарный и спасатель. В 0 часов 28 минут. Из-под обломков извлекают первого уцелевшего. Всего удалось спасти из бетонного плена 70 человек. 94 человека погибло. Известие о взрыве дома в Печатниках у многих вызвало шок. 13 сентября было объявлено днем траура по погибшим в Печатниках. Но не успел еще начаться этот день, как в 5 часов утра прогремел новый взрыв на Каширском шоссе. Дом был выстроен из кирпича, поэтому шансов выжить у людей почти не было. Спасли только четверых. Под грудой камней заживо оказались погребены 124 человека. Новая террористическая атака состоялась уже в Волгодонске. В 6 часов утра в доме 35 на Октябрьском шоссе произошел третий взрыв. Зарвался грузовик, который подогнали вплотную к зданию. Убито 18 человек. В России, говорит, тоже будут взрывать дома. Я спросила его, Славочка, кто будет взрывать, кому это надо? Он на меня посмотрел и говорил, Сами же и взрывать будут. Вот такой я получил ответ. Сами же и взрывать. Система Путина. За три недели взрывы в трех русских городах убили около 300 жителей. Правительство немедленно обвинило чеченских террористов. Но когда еще один взрыв сорвался и два участника были арестованы, правительство, к удивлению всех, приказало прекратить расследование. Журналисты открыли руку государства, террористы или агенты ФСБ. НТВ, канал, принадлежащий Гусинскому, показал программу с обвинениями ФСБ во взрывах. А представители ФСБ разоблачали друг друга. Эти два факта, вот эти два документа, это уже достаточно, чтобы в любом цивилизованном обществе провести самое тщательное расследование. Вообще, кто же у нас дома взрывает? Ничего этого не сделано. И люди, которые в Государственной Думе депутаты требовали этого, один убит, другой отравлен. Все, кто занимались этим делом в ФСБ, все изгнаны, уволены, отстранены от оперативной работы, убиты, отравлены. То есть, знаете, да. Те, кто этим занимался, их всех убили. Первым занимался этим Сергей Николаевич Яшенков, был в комиссии по взрывам домов. Потом был Литвиненко, экспертом этой комиссии. Была Аня Политковская, членом этой комиссии. Был адвокат Трепашкин, членом этой комиссии. Депутат Головлев. Вот все по-разному пострадали в какой-то степени. И судя по всему, и судя по тому, что мы расследовали в Рязани, и наш коллега Николай Николаев сделал целый сюжет большой и в программе «Итоги», и программу «Независимое расследование», где участвовали даже, не боясь этого, КГБшники, там генерал Сданович пришел, то практически удалось доказать, что был настоящий гексоген и настоящие детонаторы. Это взяли независимые рязанские эксперты, экспертизу. Милиционеры арестовали этих офицеров ФСБ, которых потом Путин всех наградил и сказал, что это были успешные учения. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Как вы могли бы прокомментировать данное высказывание? На сегодняшний день следственные действия практически все завершены. И на все те вопросы... А как называется статья, по которой вы проводите расследование? Статья, она изначально была одна. Какая? Терроризм. Приготовление к совершению терроризма. Федеральной службы безопасности возбудило уголовное дело. А на что возбудило уголовное дело против самой себя? Собственно, ничего. Дай-ка, я говорю. Уголовное дело возбуждено по факту. По факту обнаружения. Как получилось так, что даже руководство МВД спустя лишь двое суток в такой курьезной ситуации узнало о том, что это учение? Почему получилась такая задержка во времени? Суточная, я так понял. Так вы поймите, что, знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений... Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки, предоставьте эту машину. Где они? Я хочу вам ответить, что... Повторить то, что я уже говорил. В результате, вернее, по необходимости использования в учениях, мы задействуем все силы средства. Ну вот на мой взгляд, что нас в очередной раз делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Ну, поведет, поведет оно эти дела и в конце концов закончит. Вообще-то страшно, конечно, об этом говорить, но мне кажется, что на самом деле все было правдой. Никаких учений не было. Я обращаюсь к другим жильцам дома номер 14 по улице Новоселов, присутствующим здесь. Скажите, вот в ту ночь, как вы считаете, учения прошли успешно или вам все-таки та ситуация не показалась учебной? Нет, нам не показалось это учение. Тогда вам не показалось, что это учение? Нет, тогда нет. Нет, это были не учения. Мы пережили эту ночь. Но когда господин Патрушев объявил, что это были учения, больнее стало сто крат. Как это так? Наши родные люди над нами издевались в течение двух суток. Почти двое суток сравнялось, когда объявили, что это было учение. Ну ладно, там Чечня, какие-то террористы. А это свои люди, наши сограждане. И нас терроризировали. А вы сейчас верите, что это были учения? Нет. А почему? Не верю, потому что все было очень правдоподобно. И жители Рязани, и многих других городов, очень многие, не верят во всю эту историю, понимаете? И я вот тоже вот сижу, вот прослуживаю, и не верю в эти сказки, которые сейчас рассказывает ФСБ. Я тоже сам бывший военный. Уволился в должности вот начальника штаба отдельной воинской части. Учений за 28 с лишним лет службы провел, вы знаете, сколько? И вот то, что здесь вот рассказывают солидные люди, генералы, про эти учения, вы понимаете? Ну уж и вянут службы. Субтитры создавал DimaTorzok Затем он сказал, что в Америке взорвут мост. Мост особого такого стратегического значения не имеет. И он, говорит, и так в слабом состоянии находился. Но они, говорит, помогут зоумышленники ему именно побыстрее, частично разрушиться. И вот вы не знаете, я недавно просто узнаю, что он частично разрушен мост. И Славочка сказал, что они подумают, что он сам разрушился. Но мысли, говорит, будут у некоторых, что помогли. Но все-таки решат, что сам. А все-таки его разрушить помогли. И я это видела, этот мост уже. Тайные общества В 1886 году в память о Союзе США и Франции во время войны за независимость Соединенным Штатам была подарена Статуя Свободы. По некоторым данным, статуя была установлена в день празднования столетия со дня основания Первой Массонской Республики. В высоко поднятой правой руке статуи факел Символ Солнца Полное название статуи Свободы Свобода, освещающая мир Ее создал французский скульптор-массон Фредерик Бортальди Скульптору в создании монумента помогал инженер А также масон Густав Эйфель, по имени которого названа башня в Париже. Первый камень будущей статуи был заложен во время масонской церемонии в 1884 году. Статуя Свободы – доказательство тому, как масоны умеют маскировать тайные послания. Сотни тысяч иммигрантов со всего света и миллионы туристов восхищаются статуей Свободы, не зная, что она является масонским символом просвещения. Он сказал, Славочка, что взорвут, мамочка, статуи Свободы у них. Ее взорвут снизу. И он сказал, говорит, получится так, как будто она оживет. Она, говорит, вся-вся-вся-вся задрожит, завибрирует, как живая, говорит. И как бы получится, как бы шаг сделает. И, говорит, начнет сыпаться кусками. И рассыпется, говорит, на куски. И статуи у них не будет. Славочка сказал, что большие катастрофы будут происходить везде, так же они затронуты Ирак. Там злоумышленники специально разольют нефть на воду. Что даже когда они соберут эту воду, структура воды будет такая, что там невозможно будет. Там действительно погибнет много всего живого на этом участке воды. И дойдет до того, что нет средств, чтобы очистить ее. Собрать можно нефть. А как очистить воду? Говорит, меня, говорит, мамочка привезут. И прямо к воде положат. Возьмут, говорит, мою руку и опустят в воду. И я им помогу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И Славочка сказал, что во время этой войны израильтяне Это его слова. Он с восхищением сказал, говорит, мамочка, они проявят чудеса храбрости. Так сказал, чудеса храбрости. Его поразило, обрадовало, что вообще человек храбрый такой. Говорит, они проявят чудеса храбрости, но они все равно будут побеждены арабами, мусульманами. И говорит, мусульмане очень сильно осквернят святыни христианские, чем очень сильно прогнивают Бога. Дорогие братья и сестры, Господь дал нам землю, как свой дар, как свое богатство, чтобы мы эту землю берегли, чтобы мы ее возделывали, чтобы мы Бога благодарили за это богатство, которое Господь нам подает. Бывает, задают священникам такие вопросы. Что такое благословение и что такое проклятие? Благословение — это когда Господь дает свою милость, дает свою благодать, дает свою помощь. А проклятие — это Господь за нераскаянные грехи эту благодать отнимает. Вот это можно очень хорошо проследить по истории израильского народа. Вот если взять Ветхий Завет, кто из вас читал, там это очень четко прослеживается. Господь говорил своему народу, «Слушай, Израиль, если ты будешь соблюдать мои заповеди...» И дальше Господь перечисляет все благословения, которые Он даст этому народу. «Ты будешь иметь города, которые ты не строила, поля, которые ты не засевал, колодцы, которые ты не рыл, жены твои будут многочадны» и так далее. Все благословения, все милости, которые будут даны этому народу за его благочестие. И дальше Господь предупреждает, «Слушай, Израиль, если ты не будешь соблюдать мои заповеди...» И далее Господь перечисляет все проклятия, которые постигнут этот народ за его нераскаянность. Города твои будут разрушены, поля твои запустеют, жен и детей твоих уведут в плен, мужчины твои падут от меча, а в домах твоих вместо радости будут жить скорпионы и филины. Вот такая страшная трагедия с этим народом и произошла. Господь этот народ призвал к великому служению, чтобы они несли всему миру свет истинной веры. Из этого народа, из рода Давида, должен быть прийти в мир Спаситель, Спаситель мира. Они бы должны были исполнять это свое служение, но вместо этого они, наоборот, предавали Бога. Господь посылал пророков к этому народу, которые этот народ обличали. Они убивали пророков, и в конце концов они распяли Мессию, распяли Спасителя. За это Господь их наказал, лишил их храма, лишил их их Родины и рассеял их по всему миру. Теперь мы поговорим о России. Возьмем, к примеру, наш народ, русский народ. Господь дал нашему народу такие богатства, такие недра, такую землю, леса, поля, реки. Господь дал нашему народу святую православную веру, эту драгоценную евангельскую жемчужину, ради которой евангельский купец продал все, чтобы ее приобрести. Господь дал нашему народу царя-помазанника Божия, который своим водительством вел наш народ ко спасению. И мы всем этим пренебрегли. Мы предали Бога, предали православие, предали царя, разрушали свои святыни, отдали свою страну, свой дом в руки масонов, которые сегодня разрушают нашу Родину, которую расклевает наш народ, вымирающий сегодня по миллиону в год. Что сегодня произошло с Россией? Первое место в мире по абортам. Мы приближаемся к первому месту в мире по самоубийствам. Разврат, магия, сатанизм. Что же мы можем еще ждать от Бога? Бывают люди, мирские, в Новый год друг друга поздравляют с Новым годом, с новым счастьем. Если воспринимать это в шутку, то вроде ничего, но если серьезно задуматься, до чего же мы можем ждать от Бога? Какого счастья? За свои беззакония, за весь этот сатанин, за свою нераскаянность. Какого можно ждать счастья, если мы нарушаем главнейшие заповеди Божии? Возрождение России и возрождение души возможно только через покаяние. Во-первых, покаяние личное, во-вторых, покаяние соборное, через молитву о даровании царя-помазанника Божия. Если покаяния нет, ничего не поможет и ничего не изменится. Гнилые бревна, как ни переставляя, все равно все развалится. Поэтому сегодня Господь нас призывает к покаянию. И то, что происходит на земле, это наказание Божие для вразумления, чтобы люди поняли, что они загадили, осквернили этот божественный сад, который Господь дал нам и нашему народу, русскому народу в частности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok